Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Рече Господь ко пришедшим к Нему Иудеям. Аще Бог Отец ваш бы был, любили бы бысти у ва мене. Азбо от Бога изыдох и приидох. Не о себе бы приидох, но то и мя посла. Почто беседы мои я не разумеете, як и не можете слышати славесе моего. Вы отца вашего дьявола исте, и похоти отца вашего хощите творите. Он человекоубийца, бей вискани. И воистине стоит, як а несть истины в нем. Ягда глаголит лужу, от своих глаголит, як а ложь есть и отец лжи. Азже за не истину глаголю, не веруете мне. Кто от вас обличает мя о гресе? Азже ли истину глаголю, почто вы не веруете мне? Ижи есть от Бога глаголы Божия послушает. Сего ради вы не послушаете, як от Бога нести. Отвещаше же иудеи и реша ему. Не добри ли мы глаголем, як а самарянин еси ты, и беса имаши? Отвеща Иисус. Азбеса не имам, но чту отца моего, и вы не чтете мне. Азже не ищу славы мои я, есть ища и судя. Аминь, аминь глаголю вам. Азще кто слово мое соблюдет, смерти не имать, видите вовеки. Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 июня, по новому стилю, понедельник, и в этот день Церковь предлагает нам евангельское чтение от Иоанна, 8 глава, 42 по 51 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда же говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он лжец и Отец лжи. А как я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали Ему, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал, «Во Мне беса нет, но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, Я не ищу Моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Такое евангельское чтение предлагает в сегодняшний день для нас Церковь. Вот в этом Евангелии мы с вами слышим беседу, разговор Спасителя с Иудеями. Но эта беседа выглядит таким образом, что Спасителя, то есть Иисуса Христа, иудеи пытаются обличить в неправде. Он обращается к ним и говорит, что они не понимают и не слушают Его слов. До них не могут вообще дойти то, о чем говорит Господь. Он говорит, «Почему вы не понимаете слов Моих? Потому что не можете слышать Слово Моего. Их уши как бы закрыты для принятия того, о чем говорит Господь». И на самом деле, в их представлении Мессия должен быть несколько иным. Да, действительно, они видят Христа, они видят те знамени и чудеса, которые совершает Он. Но это несколько не то, это не укладывается в их голове. Он, который может все, который может сотворить великие знамени и чудеса, при этом говорит какие-то странные вещи. Более того, Он богохульствует, о чем мы увидим позже. Они знают Его, они знают Его родителей, знают Его братьев, и об этом они тоже Ему говорят. И вот сегодня в Евангелии они говорят Ему, не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе. Они считают Его бесноватым, только лишь за то, что Он называет Себя с Сыном Божиим. Для них это являлось хулой на Бога. Это было богохульство, это было неприемлемо для них. Даже бы то, что не совершал Он, какие знамени и чудеса. Но Господь объясняет это, почему их сердце закрыто, почему они не могут услышать этого. Он говорит, что ваш отец дьявол. Почему же дьявол? Как может быть у человека отец дьявол? Что это такое, о чем Он говорит вообще? Вы хотите, говорит Господь, исполнять похоти отца вашего? Похоти отца вашего. Он был лжец. То есть, вот эти имена, дьявол, сатана, в переводе обозначают лжец, клеветник, то есть, противящийся Богу, понимающий и видящий истину, противящийся Богу. И вот всякий раз, когда человек действительно осознает в своем сердце истину, о которой более того свидетельствует великие дела и знамени и противится ей, действительно, он становится сыном дьявола. И вот об этом он так жестко говорит Господь. Вы есть, ваш отец есть дьявол. Он был человекоубийцей от начала. То есть, он и вас погубляет. Вы не понимаете этого. Он погубил первого человека тем, что прелестил его, обманул его. Он сказал ему, что Бог обманывает вас. И вот здесь дьявол, он искушает ваше сердце. Он влагает в них какую-то долю сомнения. Они как бы пытаются преодолеть это сомнение, но эта упертость их не позволяет им это сделать. Преодолеть себя. Ведь мы видим, что и апостолы тоже несколько не понимали спасителя. Они тоже думали о царстве земном, о том, что он так же, что они думали так же вместе и с прочими людьми, народом, иудеями, что придет мессия, который сбросит римского орла, освободит их от этого владычества римского и сделает их царство вновь таким же славным, как при Соломоне. но Господь говорит о другом. Я, не от мира сего, и это и смущает. Хотя он может сделать все. Он может насытить пять тысяч пятью кусками хлебов, он может воскресить человека, то есть можно жить в свое удовольствие, все что угодно, почему же он не хочет этого сделать? Значит, в нем бес, значит, он не тот, кого мы ждем, или же наоборот. Все это не укладывается в их голове. Все это постоянно терзает их душу. Они не могут понять этого. Они постоянно говорят Христу, ну что ты терзаешь нас, скажи нам, кто ты, дай нам знамение, но какое знамение давать для них еще, более тех, которые были совершены. Об этом говорит Господь. Господь говорит, как я истину глаголю, то вы не верите мне. То есть я свидетельствую об истине. Кто из вас обличит меня в неправде? То есть скажите, что я совершил неправильного? Какую неправду я сказал? Если этого нет, то почему вы не верите мне? Кто от Бога, говорит Господь, тот слушает слова Божии, а вы не от Бога. То есть вы от дьявола. Он постоянно желает отвратить человека от Бога, как это совершилось и с первым человеком. Ведь дьявол приступает к первому человеку и говорит ему, что Бог вас обманул, когда сделал это и сказал о заповеди не вкушать плода. Он вас обманул, но это случилось совершенно не так. иудеи отвечали ему и сказали ты беса имоши, на что Господь отвечает им нет. И действительно их утверждение было совершенно безумным. И в заключении этого Евангелия Господь говорит очень важные слова для каждого из нас. Кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. и действительно все то, что совершил Господь здесь на земле, целью этого было спасение человека, достижение жизни вечной, достижение Царства Небесного, возвращение вновь в то состояние и в те отношения с Богом, которые были когда-то утеряны первым человеком. Христос есть новый Адам, поэтому Господь говорит «Кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек». Такое сегодня Евангелие, дорогие братья и сестры, предлагает нам Церковь. Мы читали с вами Евангелие от Иоанна, 8 главу 42 по 51 стих. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни всех Господь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!